And welcome back! Вы смотрите, но не подписываетесь и огорчаете меня. Не надо так, а то я до 10к не доживу просто. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте этому видео большой палец вверх, и этот мир станет чуточку добрее, и вот это вот лицо станет чуточку веселее. А как оно изменится сейчас, узнаем, потому что мы сегодня будем слушать песню участника из Нидерландов. И именно этот участник, по мнению букмекеров, сейчас победитель Евровидения. Что? Что же он такого там сделал? О чем же эта песня, что он подвинул даже самого Сергея Лазарева, не побоюсь этого слова. Что? Букмекеры очень часто ошибаются, но в прошлом году они как поставили Израиль на первое место, так они и победили. Но там была песня еще такая, липучка. Что же, в этом году... Нидерланды, в этом году... Дункан... Лоуренс... 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 Лоуренс! Мне самой безумно интересно, почему эта песня сейчас на первом месте. И сейчас мы поступим немножечко по-другому, чтобы не было никаких, знаете ли, сюрпризов и неожиданных каких-то неожиданностей. Я сначала прочитаю, о чем же эта песня, перевод, а потом послушаю песню саму. Я боюсь всего себя. Мое сознание словно чужая страна. Тишина звенит в моей голове. Пожалуйста, отведи меня. Отведи меня, отнеси, отведи домой. Мы всегда были обречены на поражение. Я стала зависим от этой проигрышной игры. Все, что я знаю, все, что я знаю. Любить тебя — это заранее проигрышная игра. Я увидел конец еще до его начала, но все равно нес эту ножу дальше, дальше, дальше. Все, что я знаю, все, что я знаю, любить тебя — это заранее проигрышная игра. Все, что я знаю, все, что я знаю, любить тебя — это заранее проигрышная игра. Мне не нужны твои игры. Игра окончена. Дай мне сойти с этих американских горок. Все, что я знаю, все, что я знаю, любить тебя — это заранее проигрышная игра. Такая песня нас ждет. В принципе, ничего нового, безответная любовь. Любить тебя — это заранее проигрышная игра. То есть, как бы, ничего не получится. Сорянба. Я как бы тебя люблю, а ты меня нет. Окей. Традание. Ну что ж, давайте послушаем песню. Он на таких тонах низких поет, как шепотом, таким полудрожащим голосом. Так. Манит. Дурманит. Голос приятный. Ну, это запись. Мне нравятся щелчки под низом. Люблю такое. О-о-о-о! Здравствуйте! Здравствуйте! Я надеюсь, не из-за этого он занимает первое место. Можно подумать, Европу можно таким удивить. Такая прям... Песня очень нежная, трогательная, я бы даже сказала. Такая нежненькая пианинка на фоне. Мне нравятся эти флопки. Ух ты, слеза трогательная. Ну, это очень красиво. Такой себе человек-амфибия у нас на Евровидении. Он в такой позе эмбриона. Эм... Хм... Хм... Интересно. Интересно. Что я вам хочу сказать? Песня очень глубокая. Мне кажется, именно такой клип показывает глубину этой песни. Конечно, это студийная версия. И звучит он здесь, ну, просто прям волшебно. Такой голос приятный. Это хочется слушать. Это, в принципе, легко запомнить. Хорошо. Опять же, повторюсь, надеюсь, что это не из-за кадров этих. Он так высоко поднялся у букмекеров. Потому что сама песня тоже неплохая. Мне кажется, именно то, что он здесь на Ешо, он так показывает свою какую-то беззащитность. Что он вот такой вот робкий, ранимый. Он такой там в позе эмбриона. И вот такой вот он весь. Понимаете? Песня непростой. То есть здесь есть такой символизм немножечко. Он утопает в своей любви. Вот так я считаю. Очень трогательная песня. Такая прям терпкая. Мне понравилась. Она интересная. Она глубокая. И звучит она нехорошо. Но мне кажется, что все еще миллион раз поменяется, когда начнутся репетиции. Когда пройдут полуфиналы. Она неформатная. А это тебе не попса какая-то голимая. Очень такая достойная песня. Но первое ли это место? Не знаю. Не знаю. Потому что, с одной стороны, мне нравятся такие ритмичные, динамичные, дансовые песни. Но эти глубокие, такие вот проницательные песни тоже очень хороши. И вот не знаю я в какую сторону. Слишком какая-то простенькая. Не знаю. Может они ее как-то подсилят номером? Но что это будет? Конечно, я же надеюсь, не все рассчитывают, что он в таком образе будет на самом номере. Конечно же нет. Наверное. Но явно первое место не поставила. Она более понятна, чем песня о России. В России очень сложный какой-то смысл. Здесь, в принципе, все понятно. Поэтому я даже не знаю, что я буду делать, когда буду составлять топы. И очень мне интересно прочитать ваше мнение. Поэтому пишите обязательно. Не стесняйтесь. Вот Дуркан же не стеснялся. И вы не стесняетесь написать комментарий. Но пока что я не думаю, что это победитель. Мне нужно еще послушать еще. Поэтому пишите, кого мне послушать. Голосуйте здесь в подсказке. И еще, я думаю, провести стрим. Когда будет финал. Лайв-стрим. Как вы к этому относитесь. Тоже напишите. И я думаю, возможно, еще на полуфиналы. Не знаю. Пишите, как будет лучше. В прошлом году я так делала. Возможно, в этом тоже сделаем. Пишите. И сегодня у меня на этом все. Поэтому желаем вам хорошего дня. Хорошего настроения. Пока.